Всем привет! Ну что ж, сегодня продолжим вторую часть моих покупок. Погода у нас напогодилась, так что сегодня я могу себя уже показать в фрейме. В общем, в прошлом видео я хотела вам показать покупочки, такие общие для дома и покупочки, что я для себя сделала. Немножечко совсем одежды, одна пара обуви, таких маленьких всяких разных штучек для красоты, немножко украшений, в общем, всего совсем-совсем по чуть-чуть, потому что в последнее время, на самом деле, я очень делала мало покупок, потому что я очень скоро еду за границу и как-то я себя настраиваю, что очень много хочу привезти оттуда, поэтому в Израиле я мало что покупала. Ну и вообще, в целом, я, наверное, за последнее время очень-очень изменила свой взгляд на покупки. Вообще, в принципе, всегда я верила, что лучше что-то одно хорошее, нежели сто вещей не очень, поэтому и сейчас мои покупки, они больше на что-то одно, может быть, немножечко подороже, но что-то одно, что я буду радоваться, любить, ходить, нежели сто разных дешевых вещей, которые у меня будут лежать в шкафу, пылиться, и толку от них будет мало. Давайте приступим. Первое, что я хочу показать, я очень давно ищу себе рваные джинсы. Очень мне нравится вообще вот этот вот весь концепт рваных джинс, обожаю, но я заметила, что все рваные джинсы, которые продают, обычно сделаны из 100% хлопка, джинса 100% и на мне 100% джинса, которая немножечко хотя бы не тянется, нехорошо сидит, я себя в ней чувствую некомфортно, мне тяжело в ней двигаться. И тут недавно я зашла в American Eagle и присмотрела себе парочку джинс, и одни я даже прикупила. В общем, купила я себе вот такие вот осенние джинсы, на них есть рвашки здесь, рвашки на коленах. Вообще American Eagle, все джинсы, которые они продают у нас в Израиле, мне очень-очень нравятся. В общем, как-то так. Обыкновенные синие джинсы, они тянутся, они очень классно сидят по фигуре. Они обыкновенные, внизу немножко суженые, как типа skinny jeans, не... Да, типа skinny jeans. В общем, очень удобные. И вообще в American Eagle я очень люблю джинсы. Я вам рассказывала уже, что летом я проносила в основном все шорты с American Eagle, потому что... Ну, потому что у них хорошая джинса, и я очень люблю там покупать. И она очень красиво сидит по фигуре. Именно поэтому я сразу, когда хотела такие джинсы, пошла искать туда. Обычно немножко меня жаба жмёт там покупать, потому что цены там не дешёвые, но вместе с тем последние все джинсы, что я там купила, я очень довольна. Поэтому, да, прикупила я себе вот такие вот штанишки. И хочу теперь точно такие же, только тёмного такого, тёмного джинса. Из обуви я себе недавно приобрела вот такие вот кеды от Converse. Давно-давно я такие кеды хотела. Купила себе такие синие. У многих влогеров видела такие белые. А пошла в магазин мерить белые, но белые как-то некрасиво на мне сидели. Вот действительно некрасивые, поэтому я решила купить вот такие вот синие. Как оказалось, вообще я раньше очень сильно пренебрегалась синим цветом. Вот именно вот таким вот синим цветом. Но как оказалось, такой синий цвет под много что подходит. Я не говорю только про джинсы. Он подходит под многие юбки, он подходит под шорты, он под много что подходит, даже под платье. Поэтому, когда я померила этот синий цвет, я вырушила, думаю, ну да, померю. Он мне очень понравился. И соотношение с белым, он вообще смотрелся просто супер. Поэтому я, конечно же, себе купила вот такие вот синие. Они немножко длинненькие, как вы видите. Именно такие длинные я выбирала. У меня когда-то были давным-давно короткие. Короткие на мне не очень хорошо сидят. Они мне очень-очень сильно натирают зад, как бы зад, пятки, а в длинные сидят отлично. Немножко в самые первые, первые два дня немножко так скрипело у меня на ноге. Но ничего, я хожу с маленьким таким белым носочком, которого не видно. В общем, супер. Очень-очень довольна. Это, наверное, за последнее время моя такая самая-самая крутая покупка. В плане того, что я просто безумно ими довольна. Именно поэтому я изменила свой взгляд на покупки. Потому что я вот купила эти, я их так долго хотела. И мне представить, как я ими довольна. Я хожу, я как маленький ребенок. Я на них смотрю, я радуюсь, я в них хожу. И мне вот они нравятся. Я просто уже где-то, наверное, недели-две-три, когда я их купила. С того момента, как я их купила, я просто получаю от них каждый день удовольствие. Следующий из одежки, что я вам покажу, это уже не одежка, а такой аксессуар. Вот такой вот шарфик. В Кастро я купила его. Если честно, сама не знаю, зачем его купила. Да, есть такие. Просто вот такой вот шарф. Я обычно люблю такие шарфы. Я вам как-нибудь покажу коллекцию своих шарфов. Если вы захотите. В общем, такой серо-голубой шарф. Вот такой вот. Хоть и такой ничего. Он, конечно, сделан полностью из полиэстера. Но мне нравится, что он такая, знаете, мягкая, приятная ткань. Такая летучая. Он очень красиво как бы сидит со всеми, с платьями и с кофтами. Потому что есть очень часто шарфы, которые утяжеляют эту зону. И они подходят с чем-то определенным. А это такой, даже на наше израильское как бы летом. Иногда, когда хочется что-то прикрыть себе, вот он будет так в самый раз. В общем, да. Вот такой вот серо-голубенький цвет. Теперь давайте пройдемся по украшениям. Я покажу два украшения, которые мне одно подарили. Одно я купила сама. А с Пандорой. Они два с Пандорой. Да. Одно, в принципе, на мне. И одно сейчас я вам покажу. В общем, я купила себе такой браслетик с Пандорой. Обыкновенный круглый браслетик. Нет ничего, в нем ничего особенного на самом деле. А меня продавщица, как всегда, уговорила. Почему у них получается меня уговорить? Меня это раздражает. Ну, в любом случае, она меня уговорила его купить. Я его изначально хотела носить с такими разноцветными чармами. Потому что у меня лежат в скатулочке четыре чарма, которые я не ношу. Потому что на мой браслет, на мой браслет, они уже не помещаются. В плане того, что тогда браслет будет мне очень тугой. Мне нужно его поменять на побольше размер. И тоже продавщица, когда я пришла, консультант. Когда я пришла покупать первые свои чармы, она мне сказала, твой браслет очень большой, он у тебя просто так, на руке такой большой. Давай тебе на размер меньше поменяем. В общем, поменяла она мне на размер меньше. И как оказалось, когда эти чармики, их новые и новые покупаешь, этот браслет, соответственно, становится намного меньше. И сейчас он мне очень тугой. То есть сейчас он как красный. Если я хочу еще хотя бы один поставить, то он мне начинается быть тугой. И поэтому я хочу, конечно, этот браслет поменять. В общем, я купила такой, чтобы все вот эти цветные, которые были на этом, перенести на этот. Но, как оказалось, вот эти кругляшки, они абсолютно неудобные. Тем более, если у вас руки тут крупные запястья. У кого худые запястья, может быть, он еще как-нибудь подойдет. У кого круглые запястья, не круглые, а крупные запястья, то вот эта штука никаким образом не подходит. Она, к сожалению, очень круглая. И она как-то вообще вокруг руки не сидит, не верстится правильно. В общем, тяжело с ней как-то дружить. Поэтому я ее просто вот так вот ношу, как она есть. Ни на чего не насаживаю. Просто вот такой вот у меня серебряный круглый браслет. И второе, что я вам покажу. Мне подарил муж на что у нас был за праздник? Новый год. Израильский Новый год, еврейский Новый год. Он мне подарил колечко. Подарил вот такое вот колечко. Это колечко-перышко. Он, в принципе, подобрал это под мои вот эти вот серьги. Эти серьги я получила в подарок на суть рождения от подруг. И он сам пошел. Я хотела вообще изначально другое колечко. Такое намного тоньше и просто с таким бирюзовым камушком. Но он не было моего размера. У меня размер 58, кому интересно, в пандоре, в кольцах. И не было моего размера. И он сам решил купить вот такое вот. В принципе, оно мне очень-очень нравится. Он меня удивил. Вот таким вот образом оно выглядит. Очень красивое, такое элегантное. Но оно большое, не маленькое. Ну, очень-очень удобно сидит на моих пухлых пальцах. Потому что пальцы у меня не пухли, как я всегда говорю. Но очень красиво, мне нравится. И давайте быстренько приступим к таким уходовым средствам. Значит, купила я себе на ebay вот такую вот щетку от Soaping Glory. Эта щетка, в принципе, мыть лицо. Знаете, вот так вот массирована. Тут есть и щеточка с волосками. И такая просиликоненная штучка. Просиликоненная я с ними уже знакома. То есть у меня есть похожая, только маленькая. И я решила попробовать. У кого-то я ее увидела, и мне захотелось тоже. Купила я ее на ebay. Что могу по его поводу сказать? Если честно, как люди моются этими щеточками, я не знаю. Мне больно ей мыть сам я. То есть мне больно ей мыть лицо. Поэтому я ей только скрабирую нос иногда. А я моюсь, именно умываю лицо вот этой вот щеточкой. Просиликонованной. В принципе, она неплохая. Работает, как и маленькие. Эти, которые вы можете купить на Bind Coins, на ebay за пару долларов. Единственное, что здесь удобнее, что это щетка. Что вы ее держите в руке. Но когда вы массируете лицо, мне вот эта ее плоскость, она маленькая. И я чувствую все время, что вот эта штука мне об лицо стукается. Поэтому, не знаю, такая щеточка немножко разочарования. Но буду еще пробовать. Она у меня сейчас около месяца. Вот где-то вот месяц я пытаюсь с ней работать. Ну так. Также я себе купила в нашем Суперфарме. У нас сейчас на него была скидка для Челенского клуба. Обычно, что-то на последнее время на этот крем для волос нету скидок. В общем, я купила этот от Natural Formula. Крем для сухих волос на основе воды. Этот крем, который я всегда пользуюсь для своих волос. Я его очень-очень люблю. Именно вот этот вот для сухих волос. Все другие мне не подходят. И именно этот, он на моих волосах лежит и сидит. И делает все, что я хочу. Именно так, как я хочу. То есть, он делает их более кудрявыми. Он их не делает пышными. Он их не утяжеляет. В общем, он делает все, что я хочу. Все, которые ниже сухих волос в плане нормальные, мне не подходят. Потому что они слабые для меня. Все, что тяжелее сухих волос, он утяжеляет мне волосы. В общем, это идеально. Также я купила себе попробовать такую вот зубную щетку от Oral-B. Она стоила 60 чекель, кому интересно. Никогда у меня таких зубных щеток не было. Знаете, просто электрическая щетка на батарейках такая. Мне с ней пока тяжело сдружиться. Всегда я пользовалась самыми обыкновенными зубными щетками. И решила попробовать эту. Передние зубы ей удобно. Задние зубы ей не очень удобно чистить. Или я еще не научилась и не наловчилась, как это правильно сказать. В общем, не знаю, пробую. Но, в принципе, она стоила относительно этих щеток недорого. Она была одна из самых дешевых. Как бы меня прикупило купить именно эту. Потому что это Oral-B и Браун. Как-то, знаете, немецкая фирма. И я ей как-то доверяю. Хотя это сделано в Китае. Но что сейчас у нас в Китае не делать. По-моему, все уже. В общем, ну да, не знаю пока что особенно сказать. Ну, как бы передние зубы, она шлифует красиво так, хорошо. Я ее, в принципе, купила, потому что мои зубы относительно желтые. И когда их отбеливаю, отбеливаю, отбеливаю. Это все отбеливание длится очень мало. Потому что я люблю пить кофе, люблю пить чай. И зубы становятся опять желтые. У меня как бы и пигмент зуб, он сам по себе желтый. Я купила эту, потому что она просто, наверное, жевше чистит. Или более как бы тщательно, что ли. И она как бы этот налет более лучше очищивает, нежели другая зубная щетка. Поэтому как бы для передних зубов она, в принципе, работает неплохо. А для задних зубов пока не знаю, как с ней работать. И последние две покупчики, что я вам покажу. Два вот таких вот средства для глаз. Один-то от L'Occitane, один-то от Clorans. Значит, от L'Occitane и то, и то у меня уже были. Это не новички для меня. А тут я уже половину, если честно, использовала. Вы не видите, наверное. Мой муж недавно был в Праге. Я вам показывала покупки косметики, что он мне привез в подарок давным-давно уже. То есть, ну когда-нибудь давно, месяца полтора назад. И тогда же он мне привез вот эту вот штучку. Я его попросила купить. Вы мне очень многие советовали разные крема для глаз дневные. Но много пробников, что я пробовала. Все не мое. На моих глазах очень жирным слоем лежит. И даже если я промакиваю или жду, пока это впитается. Видимо, какая-то у кремов есть отдушка на очки. Кто именно в очках ходит. И мне эта отдушка попадает в глаза. И мне все время глаза раздражаются. И сразу текут слезы. В общем, сколько кремов я не пробовала. Все как-то не очень. Поэтому я поняла, что мне более... Именно на дневной базе подходят такие гели. Да. И тот, и тот гель. Гелевый. Более гелевообразный крем. Я пробовала от Биодерма. Но он мне не очень понравился. В общем, я помню, что когда-то я давным-давно покупала такой. И пользовалась. И была им довольна. Потому что он с моих глаз снимает опухлость. И вот сейчас, когда муж мой ездил, я попросила его купить. Он привез. В общем, могу вам сказать, что я люблю эту штуку. Я знаю, что многие ее не любят. Но я люблю эту штуку. Она отличным образом работает на моих глазах. Она снимает опухлость. Она увлажняет на целый день. На нее косметика кладется отлично, ровным, не знаю, там, слоем. Ровно-ровно-ровно-ровно в общем. Знаю, что многие говорят, что из того, что это из серии Анжелика, что у Анжелики, у этого растения, у корня этого растения, это... Тут использовано масло корня Анжелики. А есть средства... То есть есть свойство, когда его наносишь на лицо, то солнце к нему больше прилепляет, оставляет пигментные пятна. Могу вам сказать, что это второй раз, что я пользуюсь. И вот муж привоз полтора месяца, значит, на лето я успела. То есть лето до сих пор у нас, в принципе, еще не закончилось. Можно так сказать, чтобы оно уже побыстрее закончилось. Никакого одного пятнышка от нее, пигментного, у меня не выскочило. Я вообще думаю, что если у какой-то косметической фирмы есть целая линейка, целая линейка, которая называется Анжелика, используется, не знаю, масло корня этого растения, то, наверное, компания продумала то, что если они используют определенное растение, что у него есть какие-то положительные отрицательные свойства, и не будет вам что-то продавать, чтобы оно прямо таким открытым образом делало вам пигментные пятна. Ну, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. В любом случае, мне оно ничего не оставляет. Замечательное средство, очень-очень и довольна. И второе средство от Colorance, это называется гель до контура глаз, который тоже снимает опухлость и темные круги. Он был в нашем суперфарме по какой-то там нереальной скидке. Оригинальная цена его в суперфарме 300 шекеля. Я его купила за 120, да. Поэтому, в принципе, я его взяла, увидела, что он по скидке. Думаю, ммм, хорошая скидка, по-моему, даже в Duty Free у нас дороже, поэтому купила. Его я тоже пробовала. Он также работает, как от L'Occitane. То есть они, в принципе, для меня одинаково работают. А тут только немножко его побольше будет. По-моему, здесь есть... Сколько здесь есть? Здесь, по-моему, есть 10 миль. Ну, где написано? Да, здесь есть 10 миль, а здесь есть 20 миль. То есть тут два раза больше. Он тоже очень хорошо работает. Тут уже немножко другие... Другой состав. Но знаете, что я заметила? Что в этом составе есть вода цветочков апельсина. Когда апельсины цветут, то из их цветочков делают воду. Вот здесь эта вода присутствует. И я обратила внимание, что эта вода очень хорошо работает на моей коже. Не только в этом креме. Также у меня для лица, который я использовала... Просто есть это слово на русском, как же называется это... Это растение, эти цветочки апельсинового дерева. В общем, в любом случае. А также в креме это есть. У меня сейчас это есть вода, спрей для лица с этим же. И я вижу, что это на мне очень хорошо работает. Поэтому, наверное, этот гель для глаз мне так и понравился, потому что в нем это тоже присутствует. Очень хорошо работает. В общем, тоже его люблю. Именно на дневной базе, потому что на ночь я, да, люблю что-то пожирнее. Больше что с какими-то кислотами. Может быть, что работает там противовозрастное, против морщинок и тому подобное. Потому что днем на наше солнце с разными кислотами, с разным... С всем таким не очень, как бы, это хорошо. Днем нужно что-то попроще, чтобы просто защищало солнце, увлажняло и все. Ну, как мне кажется. Ну, вот такой вот тюбик. Просто обыкновенный, как кремовый. Он сейчас, по-моему, ну, такой вот синенький гель. А могу сказать, что эти средства, они с моих глаз убирают опухлость, потому что я люблю спать носом в подушку, но они ни в коем случае не убирают черные круги. Я вообще не верю, что какое-то средство может убрать черные круги. Ну, на мне никогда ничего не работает. Поэтому нужно хорошо спать, правильно питаться и пить много воды для того, чтобы не было черных кругов, а не искать какое-то средство. Ну, опухлость такую, заспанность такую после ночи, оно классно. И то, и то убирает. Это из-за того, что оно роликовое, кстати. Вы можете ставить на ночь в холодильник, и утром, когда вы встаете, с таким холодненькими движениями наносить его, и оно будет вообще супер. Хотела про это, знаете, что я хотела про это сказать? А, что это еще, оно годно только на 3 месяца, с того момента соприкоснования, в принципе, с кожей, как попадает кислород, потому что тут заявлено, заявлено на коробке, что даже вода, она как бы органическая, и все, что все компоненты, которые здесь есть, они органические, натуральные, выращены, в общем, на органических фермах, тому подобное. Так что, учтите это. Кстати, я вам не сказала цену, она стоила у нас, детифри, 35 долларов, кому интересно. Ну что, на сегодня это были все мои покупки. Я надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть, мне дать советы, как пользоваться этой зубной шоткой, чтобы она мне была более удобной. Я жду ваших советов. И вообще, если у вас какие-то есть советы, там, не знаю, для крема для глаз, как вы мне давали в прошлом, мне будет очень интересно, обязательно пишите. По поводу покупок хочу сказать, вы меня не расспрашивали, сколько денег я трачу на покупки. Ну вот, можете примерно посмотреть, сколько денег я потратила за последние примерно два месяца. Это все, что я купила из такого ухода. Не знаю, немножко одежды, совсем-совсем всего чуть-чуть. Я как-то, ну я как-то решила, что я буду покупать что-то по чуть-чуть, не супер дорогой, не супер дешевый, такого мидл-класса, знаете, чтобы это на мне хорошо сидело, относительно долго служило, и чтобы я этой вещью была довольна, вот как эти кеды, я просто без ума от них хожу, от них тащусь, как маленький ребенок, которому Барби подарили. На сегодня все, увидимся очень скоро, пока!